МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях дня готовы рассказать корреспонденты Первого городского. Здравствуйте! Самая важная информация далее. В студии работает Наталья Болдинская. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в новостях. Открыли больницу. В районе юности заработала отремонтированная амбулатория. Здесь пациенты смогут прокатить лечение на койках дневного стационара. Полицейские задержали пьяного криворожанина, который ложно заминировал школу. Все были эвакуированы, прилегающая территория ограждена. За решеткой 80-й колонии показали, как живут заключенные. Показали мы, как живут, как питаются осужденные, чем занимаются осужденные, их условия хранения продуктов, ну и сам быт и работа осужденных. Об этих и других новостях прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспользовались без визом. Почти 9 тысяч украинцев уже оценили преимущество отмены виз при въезде в страны Евросоюза. По их словам, процедура действительно упростилась. Достаточно иметь биометрический загранпаспорт, обратный билет и определенную денежную сумму, исходя из количества дней пребывания в Европе. Сама же проверка документов на границе теперь занимает одну минуту. Несмотря на широкое освещение вопросов СМИ, не все граждане детально ознакомились с правилами пересечения еврограницы. Десяти туристам было отказано, в основном в связи с недостатком денежных средств. Всего же за текущую неделю страны ЕС посетили 315 тысяч украинцев. Количество безвизовых туристов составило всего лишь 3% от общего. Отремонтировали амбулаторию. В Саксаганском районе вместо старой поликлиники появился обновленный центр первичной медико-санитарной помощи. Находится он возле 5-й горбольницы. На юности 15 врачей и 30 медсестер будут обслуживать пациентов по всем основным направлениям – педиатрии, гинекологии и терапии. Здесь пациенты смогут прекратить лечение на койках дневного стационара. То есть приходить, получать процедуры, внутримышечные, внутривенные инъекции, неблазерная терапия и возвращаться домой. И также здесь получают наблюдение врача. Еще мы здесь делаем профилактические прививки, инъекции. В новой амбулатории будет обслуживаться более 40 тысяч пациентов. Это много и могут образовываться очереди. Поэтому уже в этом году на микрорайоне Юбилейный и по улице Шмаковская появятся свои лечебные учреждения. Тогда отсюда еще до 17 тысяч человек мы перейдем туда, а здесь уже останется у нас уже около 26 тысяч. То есть комфортные условия и время, и расстояние добирания человека будет меньше. То есть мы говорим, что мы медицину приводим ближе к людей. В Крем-Роге капитально отремонтируют 17 лифтов до конца года. С начала 2017-го уже обновили 7 подъемников. Мастера говорят, каждый такой ремонт продлевает жизнь лифта еще на 3-4 года. Но воры похищают кабели, которые обеспечивают связь с диспетчерами. Из-за этого кабины и останавливаются. Чтобы предотвратить поломки в ночное время, работу некоторых подъемников по просьбам жильцов переводят в дневной режим, а не круглосуточный. Отмечу, за последние два года в городе отремонтировали только 129 лифтов. Всего в Крем-Роге лифтовое хозяйство насчитывает более 3 тысяч подъемников. Проверили мусорный полигон. Чиновники и местные жители проинспектировали полигон в районе шахты Валявка-Южная. Жители поселка рядом с объектом жаловались на ужасный запах и мусор в округе. А в начале июня вышли на митинг и вовсе перекрыли дорогу на свалку. Благодаря вмешательству металлургического и центрально-городского райсовета в полигон закрыли. А эко-спецтранс начал устранять недочеты. Вместе с чиновниками проинспектировал мусорники и наш Александр Фифилатьев. А в наглую заезжает выходной день когда мастер, вот там сидит и он не видит. И начинают высыпать туда. Наконец-то на полигоне стали пересыпать мусор глиной. Теперь на свалке не так резко пахнет и ветер не разносит бытовые отходы по всей округе. Вокруг полигона тоже появились насыпи глины, чтобы бомжи не пробирались на мусорник. Сейчас происходит отсыпка полигона, работает техника, один АТЭК, два КРАЗа. В течение недели делается отсыпка 70-75 машин в день. Пока не засыпем полигон, техника будет работать. Начальник полигона эко-спецтранса лично проводит экскурсию. Правда, кроме пересыпки мусора глины, пока похвастаться больше нечем. Местные жители не верят эко-спецтрансу. Говорят, это делается для галочки. Надеются, что чиновники все проконтролируют. Работы начались, начался выполнять ямковый ремонт проезжей частини по улице Просоюзной. Начали заниматься тротуаром по улице Просоюзной. Обмежили доступ мусороскидов, сметтескидов на полигон. Сейчас работает только шесть машин, чужие машины не допускаются. Сотрудники полигона обещают вывезти крыс к началу следующей недели. Жителям соседнего поселка Шевченко хотят раздать яд против грызунов. Напомню, полигон «Валявка-Южная» не работает с начала июня. Его закрыли, потому что здесь не соблюдают экологические нормы. Объекту разрешат возобновить работу только после устранения всех недочетов. Когда это будет, пока неизвестно. Александр Фифилатев, Дмитрий Микрюков, Первый городской. Заминировали гимназию. Вечером 16 июня местный житель позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке в 91-й школе. Учебное заведение находится на улице генерала Радиевского, бывшей ТНК. На место происшествия оперативно прибыли 4 экипажа патрульных, следственно-оперативная группа Саксаганского отделения и городского управления полиции, медики, спасатели, взрывотехники и кинологи с собаками. Территорию вокруг гимназии оцепили и оградили специальной лентой, а из здания эвакуировали нескольких сотрудников школы, а также танцевальный коллектив, который в это время был на занятиях. Все были эвакуированы, прилегающая территория ограждена, людям было предложено не попадать на определенные участки вокруг территории для их безопасности. На данный момент работают эксперты с собаками для установления действительности данного сообщения или его же опровержения. Саксаганским отделением полиции устанавливается лицо, которое совершило звонок. По информации из личных источников первого городского стало известно, злоумышленника задержали. По предварительной информации минером оказался местный житель, который был пьян. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 6 лет тюрьмы. Обманули 57 криворожан. Мошенников из Кривого Рога, которые занимались вымогательством, будут судить. Об этом сообщает областная прокуратура. Криворожские псевдопредприниматели якобы помогали горожанам и оформляли денежные кредиты, а на самом деле занимались мошенничеством, вымогательством и грабежами. С 2014 по 2016 год пятеро участников ОПГ совершили 35 грабежей и 17 мошенничеств. Доказана также их причастность к одному разбойному нападению, похищению человека и незаконному лишению свободы. Всего члены группировки обманули 57 жителей Кривого Рога на общую сумму более 1 миллиона гривен. Напомню, 22 декабря в Бабушкинском суде Днепра служители Фемиды взяли под стражу членов преступной группировки без права внесения залога. Теперь всем злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Помогли заключенным одежда, продукты питания, сувениры и даже витамины. Все это передали волонтеры и меценаты осужденным в 80-й колонии. Всего в учреждении отбывают наказание до 1000 человек. Более половины из них даже работают. О жизни за решеткой расскажет наш корреспондент Николай Чирва. Юрий фасует продукты, перебирает овощи, а в сезон консервирует. И так каждый день. На протяжении двух лет заключенный заведует складом. В 80-ке сидит с 2009-го за нанесение тяжких телесных повреждений. Сам родом из Луганской области. Еще три месяца и осужденный увидит семью. Нахожусь здесь за складом около двух лет. Здесь, можно сказать, тот же дом. Мы здесь находимся, живем, работаем. Можно сказать, здесь с 2009-го. В основном отбываю наказание с 2007-го года. На территории колонии находится 70 бараков и одна камера временного пребывания. Есть общеобразовательная школа, в которой учатся до 200 человек. Многие осужденные работают. На территории колонии расположены пять производственных цехов. Это день открытых дверей, когда в колонию приглашаются представители, правоохранители организаций, городских организаций, общественности, представителей власти городской. Просто, чтобы увидели изнутри жизнь колонии. То есть, показали мы, как живут, как питаются осужденные, чем занимаются осужденные, их условия хранения продуктов, ну и сам быт и работа осужденных. Государства выделяют деньги на содержание осужденных, но средств в колонии порой не хватает. Помогают волонтеры, бизнесмены и чиновники. Представители долгинцевского райсовета уже передали заключенным куртки, штаны и продукты питания. Сегодня приняли участие вне открытых дверей восприятия колонии номер 80, по причине того, что периодически стараемся, чем можем помогать, определенным коллективам. Также хочу выразить благодарность Валерию Владимировичу Гриско, депутату горсовета, который постоянно помогает этой колонии. Последняя его помощь заключалась в закупке картофеля. Зимой покупали фуфайки для того, чтобы тепло было заключенным. Сейчас, я знаю, планируется закупка сертифицированных витамин, так как у многих заключенных, а витаминов. Поэтому хотелось посмотреть на ту жизнь, которая проходит у заключенных нашей колонии и принять участие в этом. Сейчас обитатели 80-ки облагораживают церковь на территории колонии. Именно здесь многие из них снова обретут веру в себя, в жизнь и в людей. Николай Чирова, Дмитрий Микрюков, Первый городской. Поздравили медиков. Лучших врачей Кривого Рога наградили к Всеукраинскому Дню Медика. Среди них были и сотрудники скорой помощи. Неотложку в сутки вызывают около тысячи криворожан. Более половины требуют госпитализации. Ежедневно в городе работает до 70 бригад, которые обслуживают также сельские районы. О тех, кто каждый день спасает жизни горожан, смотрите дальше. Продолжение следует... Не просто медикаментами, а самый большой внос – это именно психологически. Но все-таки тот большой груз, который лежит на медицинских работниках – это в первую очередь человеческая жизнь. И тут никуда не денешься, с этим надо справляться. На своем реаномобиле фельдшеры выезжают до 20 раз в день, круглосуточно, на выходных и в красные дни календаря, и даже в свой профессиональный праздник, а не на ногах. В каждом районе города отметили лучших представителей профессии. В металлургическом до полусотни получили грамоты. От санитарок до главврачей отметили и в Ингулецком районе. После торжественного награждения провели праздничный концерт. Это праздник нашей замечательной, очень сложной, очень ответственной, но такой нужной людям профессии, профессии медицинского работника. Сегодня хочется поблагодарить, поблагодарить всех медработников, врачей, медсестер, санитарочек, всех, кто работает в медицинских учреждениях. Благодарим за то, что они не разочаровались, не ушли с медицины, несмотря на все трудности. А трудностей в сфере медицины хватает. Это и нехватка оборудования, и не отремонтированные больницы, и маленькие зарплаты. Возможно, вскоре с внедрением медицинской реформы что-то изменится, а пока хирурги, семейные врачи, кардиологи, акушеры, стоматологи и фельдшеры вынуждены работать практически на голом энтузиазме. Николай Очирова, Инна Даншина, Олег Никитин, Первогородской. Снова лучшие криворожане взяли пьедестал в гонках на выживание, которые прошли в Александрии. Первым финишировал наш земляк Андрей Гальченко, серебро и бронза за Александром Кулиничем и Юрием Панибратченко. Всего во втором этапе экстремальных соревнований поучаствовали 15 гонщиков из Кривого Рога, Александрии, Запорожьей и Каменки. Следующие гонки пройдут традиционно в нашем городе 19 августа. Таким увидели этот день наши журналисты. Я напоминаю, в субботу итоги недели подведет Юлия Емельянова, а с понедельника Иван Дучак расскажет о новостях. Я, Наталья Болдинская, прощаюсь до следующей встречи в эфире. Хороших выходных. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова